В чем заключается профилактика атопического дерматита? 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 Если это есть и без этого больной не представляет свою жизнь, значит это должно быть в шкафах с плотно прикрывающейся дверью. Из мебели что должно быть? Прежде всего убрать все ворсинистое, шерстяное. Лучше заменить кожей, допустим кожей искусственной или натуральной кожей. Диваны, кресла нужно, чтобы была гипоаллергенная постель. Есть такая специальная постель, которая в общем-то или она из натуральных тканей, или если натуральная ткань не подходит, тогда из синтетических. Подушка должна быть не перьевой, одеяло должно быть не шерстяным, а все это должно быть из искусственных тканей, но искусственные ткани в общем-то хорошего качества и которые считаются гипоаллергенными. Такие ткани сейчас есть, такие материалы сейчас есть. Периодически нужно обрабатывать постели, потом диваны, кресла специальными растворами, которые будут убивать как грибки, так и те же клещи, которые содержатся в пыли, домашней пыли так называемой. Нужно помнить о том, что больному следует избегать накуренных комнат, накуренных мест, вообще где курят. И желательно, чтобы, скажем, парадной клетке, на парадной лестнице соседи, то есть, ну здесь можно ли будет найти такой компромисс с соседями, чтобы они не курили, чтобы дым табачный не проходил в помещение, где находится подобный больной. Или больной с подобными заболеваниями, или больные. То есть, вот достаточно большой такой спектр профилактических мероприятий. На них нужно обращать внимание. Питание, я уже сказал, нужно исключить провоцирующие продукты, подобное заболевание. Это, скажем, острое блюдо, перченое, перец, всевозможные виды цитрусовых, орехи, шоколад, достаточно, скажем, жирную пищу. Это все является провокатором. Рыбу с большим содержанием омега-жирных кислот, да, можно. Красную рыбу можно использовать жирную, использовать в питании. Вареная тушеная рыба, ну, жареную несколько, реже, но вареные тушеные продукты, то есть, вот, приготовленные таким вот, или обработанные таким вот методом, в общем-то, допустимы. И это будут гипоаллергенные питания. Следует с осторожностью отнестись к молоку, особенно не пастеризированным. Потом к яйцам, к остальным белкам, выбрать мясо, и мясо выбирать нежирное. И лучше куриное, дюшатина, можно нежирную телятину. В общем, то есть, ну, это есть целый перечень, что можно и что нельзя. Гипоаллергенного питания. И, в общем-то, с этим больной будет знакомиться у аллерголога или у дерматолога, когда будет в том необходимость. Потому что все, это будет очень длинный и долгий рассказ, и все вместить вот в то небольшое количество времени, которое нам отведено или дано, мы не сможем с вами. В чем особенности личной гигиены у атопиков? Вы знаете, прежде всего, атопик не должен пользоваться спиртсодержащими препаратами. Да, при проведении уборки необходимо с большой-большой осторожностью использовать хлоросодержащие препараты. Лучше их вообще не использовать. Лучше и вообще такие, знаете, с резким запахом препараты лучше не использовать. Или средства, скажем, такие, как уксус. А вот больной должен помнить о том, что им нельзя использовать как в виде каких-то дезинфицирующих средств или в виде туалетных принадлежностей спиртсодержащие препараты. Исключить ванны, если моешься только душ и не более 20 минут. Температура воды должна быть не более 30-30, не менее и не более 30 и не более 35 градусов. Не использовать жесткие мочалки, не растираться жесткими мочалками. Мыло использовать лучше без наполнителей, без отдушек. То есть, и лучше, да, стирать белье свое лучше в жидком мыле. Когда вытираешься, не растирать кожу, а промокать ее. Одевать белье, нижнее и верхнее белье, оно должно быть свободным и должно быть немножечко больше, чуть-чуть больше по размеру. То есть, оно должно быть свободным и не прилипать к телу. То есть, не стеснять тело и не вызывать трения ненужные. Естественно, что материалы, которые используются для пошива подобного белья, они должны быть натуральными. Одно из правил у больного – должны быть коротко и хорошо подстрижены ногти. Смешно, на первый взгляд, взрослому человеку рекомендовать, но да, потому что во сне человек может чесаться, и достаточно большие, длинные ногтевые пластинки вызовут достаточно глубокие, серьезные расчесы. Бассейн можно посещать атопиком? Вы знаете, бассейн можно посещать атопиком, но если там есть большое содержание хлорки для дезинфекции, то такие бассейны посещать нельзя. А так бассейн можно не больше 20-25 минут максимум. Бани, сауны? Вы знаете, бани, сауны тоже нет. Почему нет? Потому что там очень сухой и влажный климат. Это все может только усугубить течение болезни. В армию берут с атопическим дерматитом? Нет. Нет, не берут. Какими должны быть физические нагрузки при атопическом дерматите? Физические нагрузки рекомендованы прежде всего дозированные, без повышенного потоотделения. Почему? Потому что пот может вызывать раздражение и может вызывать усиление зуда. А это, в общем-то, будет провокатором к тому, что могут быть обострения заболевания. Мы говорили о том, что спровоцировать развитие атопического дерматита могут и климатические условия. Как избежать обострения? Больной должен помнить о том, или человек, у которого есть атопический дерматит, помнить должен о том, что нельзя зимой слишком себя укутывать. Должна быть легкая, теплая, хорошая одежда. Желательно без шерсти. Но если шерсть не соприкасается с телом, и она не вызывает даже, иногда даже запах может вызвать обострение. Поэтому нужно быть очень осторожным с выбором одежды. Не укутывать себя слишком для того, чтобы было комфортно и не слишком потеть. При даже незначительных нагрузках, скажем, при быстрой ходьбе, чтобы человек не потел. В летнее время обязательно нужно помнить о том, что нужно себя защищать от повышенной инсоляции, или повышенного, скажем так, пребывания на солнышке. Нужно всегда помнить о том, что самое тяжелое время, или самое опасное время в летнее время является 11-16 часов. В это время желательно находиться в тени. Желательно, если приходится передвигаться, скажем, по населенному пункту, по городу, нужно переходить на теневую сторону. В это время, если приходится. И выходя, зная, что ты какое-то время будешь на солнышке, нужно обязательно использовать специальные крема, гипоаллергенные, специальные крема, которые будут защищать от вредного воздействия солнца. Одежда должна быть из натуральных тканей, и, в общем, ничего не должно провоцировать. Даже незначительное потоотделение может вызвать достаточно быстрое проявление обострения и достаточно активный зуд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА